Пошла запись, привет, третья серия Трона Баала. Я думаю, мы снимаем комнату, отдыхаем и будем уже знакомиться с Сарадушем. Осада истощила запасы, но кое-что еще осталось. Я думаю, можем позволить себе дворянскую за пять золотых арендуем и отдыхаем, действительно. Так, крысы водятся, как мы уже лицезрели, и кошка прохлада их пытается словить. Снова близко, но еще не настолько близко, чтобы поразить. Еще я не проверил вот здесь, а сюда нельзя проходить, да? Хорошо, в таком случае мы выходим. Мы выходим из таверны, будем изучать город, в который мы прибыли, наша партия искателей приключений. И посмотрим, что в принципе тут есть. Ночь. Не очень хорошо. Хотелось бы мне, чтобы все потомки Бала были мертвые. Хочешь весело провести время? Крестьянин и еще крестьянин. Ну, можно переговорить с вот этим. Ты один из них, ты отпрыск Бала, пожалуйста, не убивай меня. Спокойно, сэр. Мы никого тут убивать не собираемся. Мы изучим карту города, архивы арканы, штаб стражи, дом кизера, тюрьма и казарма Громнира. О, можно с казарм начать, на самом деле, наверное. Крестьянка еще одна. Громнир заперся в том замке и оставил нас гнить здесь. Вот тебе благодарность, потомков Бала. Тут кто тусуется? Александр Релизар. Давайте поговорим с ним. Ты не похож на местных. Ты тоже дитя Бала. И ты должен столкнуться с неизбежностью общей гибели. Как и все, ты о чем? Я сам один из потомков Бала. По крайней мере, так меня называли. Мне кажется, в некоторых его детях куда больше его крови, чем у всех остальных. Хм. Это напоминает мне о моем дедушке гегемонии. Но он был тот еще дедушка, говорит Ян Янсен. Всегда спорил с местным лордом о своих правах на окружающие поля. Герцог посадил его в тюрьму на год. И на день раньше мать герцога освободила гегемония. Он был дальним родственником королевской семьи. Что-то вроде пьяного свидания между братьями дедушкиного герцога и милой гномихи. Детали неизвестны. Хе-хе. Хорошо, что твой дед не имел отношения к детям Бала. Не совсем. Герцог не хотел, чтобы гегемоний выдвигал требования к его трону. Или на чем он там сидел. Так что он наказал семью гегемония. А его самого послал на гильотину. После казни они вернули тело его семье. Но никто не смог вспомнить, куда они его дели в верхнюю часть. Все пытались, хотя все равно семья гегемония не могла себе позволить гроб нормальной длины. Хм. Ты действительно странный гном. Хе-хе. Говорит Александр. Что заставило тебя рассказать мне эту бредовую историю? Я просто подумал, какое совпадение. Королевская кровь, текшая по венам гегемония, была так же слаба, как твоя собственная сущность потомка Бала, друг. И в конце концов она помешала его семье. Ха. Что-то ты бледно выглядишь. Не забудь. Я ничего такого не говорил. Могу чем-то помочь? Ну, рассказывай о Громнире, наверное. Никогда особо не нравился Громнир, на мой взгляд, был слишком неуравновешенный. Пришел в Сарадуш в поисках убежища. Но когда он захватил власть, я решил убраться оттуда как можно скорее. Это верно, не для всех. Как я понимаю, несколько потомков Бала готовы сражаться на его стороне. Некоторые из них очень сильны. Так, Мелисан. Я не встречался с ней с тех пор, как пришел в Сарадуш, но слышал ее имя. Говорили, она обещала обеспечить безопасность всем потомкам Бала, но, похоже, мы обречены, несмотря на ее усилия. Так. Как ты на самом деле попал сюда? Меня не принесла сюда Мелисан, как многих других. Мне пришлось бежать из Сембии. Мою родную деревню сжег дракон, которого послали охотиться за мной. Значит, будут драконы, да? Мои друзья, моя семья, они пригорзили отдать меня дракону, если я не уйду. И я ушел. Я слышал, много других потомков Бала приходят сюда. Хм, сейчас я жалею, что пришел. Как пробраться внутрь замка? Здесь был еще один из рода Баал, который умел телепортироваться. Но я не знаю, может ли он взять тебя с собой. Робкий человек, однако. Возможно, не тот, кого ты ищешь. Я не знаю, почему ты хочешь попасть в замок. Мой совет, держись подальше от Громнира. Когда армия войдет за стены, наверняка он будет первый, за кем они погонятся. Могу чем-то помочь? Нет, все. Как хочешь. И подозреваю, что очень скоро мы все умрем. Эти стены не могут держаться вечно. Посмотрим, на самом деле. Так. Стражник без сознания. Слушайте, серьезная заваруха. Понеслась. О, полурослики. Мальчик. А это они. Это полурослики. Дети просто. Вывеска. Архивы Арканы. Давайте зайдем. Там огненные великаны усилили атаку. Так. Кто тут у нас? Библиотекарь Лазарус. Библиотекарь Лазарус к вашим услугам. Добро пожаловать в Архивы Арканы. Я бы с удовольствием пригласил вас посмотреть на мой ассортимент, но сейчас мои полки абсолютно пусты. У меня не осталось даже пергамента, чтобы вы могли сделать заказ. Мою книгу с заклинаний украли. Без нее я не смогу делать свитки, которые продаются у меня в магазине. Пожалуйста, Джош, я умоляю тебя помочь несчастному волшебнику. А мне что будет с этого? Награду попрошу. Я прошу тебя о помощи, потому что мне больше не к кому обратиться. Если ты вернешь книгу, я сделаю для тебя свитки самых сильных заклинаний. Столько, сколько понадобится. Любое заклинание, которое пожелаешь. И по самым разумным ценам. Отличное задание, я берусь. Благодарю тебя за помощь в расследовании похищения книги заклинаний. Могу что-нибудь сделать, чтобы помочь тебе? Рассказывая про преступления. Сначала подозревал Хектана. Его ловкие руки давно уже известны по всему городу. Но после опроса различных свидетелей стало ясно, что в ночь ограбления Хектан был местной пивной от заката до рассвета. Я все еще подозреваю, что без Хектана тут не обошлось. Вижу чувство вины в его глазах. Доказательств нету. Без книги заклинаний без помощи. Не смогу выяснить это сам. Но тут такая удача прохожий, к которому могу обратиться за помощью. Есть улики. Есть только одна зацепка. Она указывает не на Хектана. Отпечатки грязных ног. Ведущие от моего окна. Очень маленьких ног. Но грязные гораздо меньше, чем ноги Хектана. Или любого другого мужчины, или даже женщины. Полуростники или дети. Я сожалею, что не могу сказать ей так немного. Хектана обычно можно найти в корейской древе. Если хочешь, поговори с ним. Я вернусь, когда закончу расследование. Как пожелаешь, но прошу тебя поторопиться. Без этой книги не смогу пополнить свой инвентарь драгоценными свитками. Да мы поняли. Задание получили. Найти. Ну понятно, Хектан, дети. Что здесь? У тебя книги? Ну, мы лазить тут не будем на полке. Хорошо, выходим. Я детей приметил. Давайте поговорим с ними. Это мама детей? Я тебя не узнаю. Ты должен быть один из этих детей Бала. Тогда ты должен быть внутри замка с Громниром и остальными. Так. Ты кто? Не твое дело, потомок Бала. Я не боюсь ни тебя, ни остальных. И не тебе спрашивать, каково мое имя. Ну и гуляй тогда. А теперь проваливай, чертов Балов, недоносок. Я не хочу, чтобы мои приятели увидели меня болтающими с кем-то из твоего племени. К нам тут плохо относятся. Дети. Если вы, эльфы, захотите остаться в нашем городе, вы должны привезти несколько ваших женщин. Просто оставьте нас в покое. Тут заваруха, ребята, посмотрите. Это солдаты Илкхана и эльфы. Хе-хе-хе. И дети. Так, надо, наверное, вмешаться. Пожалуйста, мы не хотим неприятностей. Но солдаты Илкхана мы уже поняли, что они тут делают все, что хотят, а эльфы... Посмотрим. Пожалуйста, помогите нам. Стражи Громнира просто так не оставят нас в покое. Боюсь, что все это может плохо кончиться. На самом деле это не наше дело. А что со стражей можно... У тебя к нам дело? Подумай над этим хорошенько. Может, ты на самом деле не хочешь иметь с нами никаких дел? Оставь эльфов в покое. Они никому не помешают. Впечатляет. Вы нашли эльфов в эльфийских любовничках? Занимайтесь своим делом, и тебе не придется страдать. Большая ошибка, солдаты Илкхана. У тебя был шанс. Теперь пора убивать. Большая ошибка, так грубить великому герою. Наверное, ты здесь новичок. Что ж, пора тебе узнать, как делаются дела в Сарадуше. Это будет не самый легкий урок. Шо вы не говорите? Помогите кричить, эльф. Ну давай, без бонифаций. Да мы один на один их развалим, наверное. Получи сюда. Так, драка пошла. Саревок мечом и разорвал просто его. Ну и все, все дела. Прикрой меня. Эльфы убегают. Шо, валим их? Джошуа, сражайся. Дай-ка этому орку. Требуется помощь. Помощь требуется аркам. Что-что? Саревок доволен вроде бы? В огне на великан. Что-что, Саревок сказал? Да подождите, паузу сделайте. Это не входило в мои планы. Если так и будет дальше, я думаю, что у меня в отряде особой пользы не будет. Никуда же из нас соперники. А ты шо, хотел... Нам... Получили опыт, но репутацию нам не подняли за это, потому что я, наверное, нейтрально как-то сделал. Где репутация популярная? Саревок, не выпендривайся, слышишь? Давай собираем мечи и кольчуги. Пластинчатые. Потому что... Ну, кольчуги, по-моему, не очень дорого ценятся. Но ты собирай все-таки. Будешь нести ношу героическую. Так, эльфы разбежались. Легкое задание мы сделали. Здесь у нас шо? Мальчик и... Сквип. Поговорим со Сквипом. Чё ты хочешь? Думаешь, ты можешь издеваться надо мной, потому что я ребёнок? Хм. Ты что-нибудь знаешь о пропавшей магической книге, сорванец? О, конечно. Только из-за того, что я уличный пострел, я должен знать о пропавших книгах. Все всегда обвиняют меня. В Сквип украл это. Сквип взял то. У вас нет доказательств. У меня есть доказательства. Маленькие такие следы от ног. Совсем как у ребёнка. Ага, я кое-что знаю об этом. Может, смогу тебе помочь? Тысяча золотых заставить меня. Она говорит. Ты не... Хм. Забудь об этом, Сквип. Я дам тебе пять. Ни больше, ни меньше. Пять золотых. У меня никогда не было столько денег. Хорошо, вот. Я украл эту книгу для Хектана. Он заплатил мне за это, но у меня уже нет этой книги. Отдал её Хектану. Честно. Слышишь? А второй мальчик... Громира, большая армия. Когда выраст, у меня тоже будет армия. Ну, я на это надеюсь. По дневнику... Задание по дате. Уличный мальчишка по имени Сквип сказал, что именно он украл книгу. Отдал её Хектану. Человеку, которого Лазарус подозревал в преступлении. Как-то всё очень складно получается. А что здесь за дом находится? Давайте посмотрим. Непонятно. Давайте туда зайдём вообще. Так. Надо же осмотреть все дома. Там обычное селение. Катапульты бомбили нас неделями. Почему нас бросили? Переговорим. Взгляни на наш город. Беженцы повсюду. А люди Громнира сеют хаос на улицах. Будь проклят, этот генерал. Шо вы не говорите? Замолчи. Мама говорит, чтобы я не разговаривала с незнакомцами. Пожалуйста, помогите. Люди Громнира терроризируют нас на улицах. А армия за стенами. Боюсь, скоро сравняет город с землёй. Понятно. Но мы тут дети нас не будем разводить. У них тут, посмотрите, они живут прямо как в хлеву. Потому что у них тут сразу курицы. Но в принципе это неплохо. Потому что... Свежие яйца по утрам кушать очень хорошо. А тут ящичек бесхозный, как по мне. Видите, кто-то тут складывал деньги. Это, может быть, солдаты эти пошлины собирали. Следующий дом по карте. Это дом графини Сантель. Слушайте, надо туда обязательно зайти. И мэн говорит, теперь припоминаю, почему с тобой всегда так весело. Потому что мы в дома всяких графинь будем заходить тут. Так. Слушайте, что-то страшновато становится. Мази, организовать защиту от страха. Чик. Я думаю, надо организовать поиск ловушек. Потому что в домах богатеньких людей, да, может что-то быть. Там драка происходит. Янсон, ещё сныкайся, пожалуйста. В тенях. Что здесь у нас? Я графини не вижу никакой. Тут можно, очевидно, что поживиться. В углу тоже никого нету. И на кухне нету. А где сама графиня? Мы не будем воровать, я думаю, Янсон. Янсон говорит, как же так, очень хочется. Давненько этим не занимался. Янсон, мы ещё успеем, на самом деле. И мы выходим и идём, наверное, опять-таки в таверну. Но Ян Янсон не может удержаться просто. И бежит обратно. Что они мне будут рассказывать? Говорит Ян Янсон. Прячется в тенях, опять ищет ловушки. Нельзя воровать. То, нельзя воровать. Всё. Так, ловушек не обнаруживает Янсон. Давай попробуй тогда вскрыть. Сундучок, например. Хорошо. Бутылка проворства. Повышает ловкость. Второй сундучок. Огненный агат. Янсон говорит, ну неплохо. Сойдёт для растопки. Хотя бы разогрелся. И выходит из дома графиня. Хорошо. Куда подевался Янсон, говорит Мази. Да я здесь просто. Ничего себе прилетело, ребята. Слушайте, это... Серьёзно прилетает. Янсон говорит, я изучал там сверху. Что тут летят снаряды по нам. Надо быть осторожнее на самом деле. Надо какую-то защиту... Что такое фризануло? Хоть бы не... Надо сохраниться на самом деле. Сохранился. Я надеюсь, что записал и фризануло капитально. Вииканг это не тот, кто нам нужен. Нам нужен Хектан. Хектан вот здесь был, да? И он не хотел говорить как раз. Ещё очень скрытный был. Переговорим. Добрый день, сэр. Чужеземцы редкое явление. Слышишь? Хочу задать несколько вопросов об украденной магической книге. Я вижу, куда вы клоните. Лазарус напал на ложный след. Я пробыл в танкордийском древе всю ночь. У меня есть свидетели, чтобы доказать это. Хм. Я знаю, что... У меня состоялся разговор со Сквипом. Он сказал мне, что украл книгу и отдал её тебе. Ладно, я осознаюсь, что взял книгу. Но она не у меня. Если вы убьёте меня, Лазарус никогда её не получит. Я неплохой человек, правда. Я взял книгу лишь из-за того, что хотел с её помощью сбежать из этого города. Но чёртова штука закрыта каким-то заклинанием. Для меня это бесполезно. У Лазаруса есть свиток телепортации, чтобы выбраться из города. Я точно это знаю. Если вы достанете мне этот свиток, то я отдам вам книгу по рукам. Хм. Ладно, я поговорю с Лазарусом ещё раз. Разговаривай или нет, твоё дело. Пока свиток у тебя, на мне... Не у тебя. Но пока свиток у тебя, нам не о чём говорить. У меня его нету, на самом деле. Хектан. Дуем тогда к Лазарусу. Господи. Какие-то задания на побегушках. Для великого героя. Но Янсен зато доволен. Так, хорошо. Людей убивают просто пачками. Но мы сильно влазить тоже не будем. Не в своё дело. А город на самом деле маленький. Мне сначала показалось, что он большой очень, но нет. В архивы Арканы. Переход. Кто застрял? От Мази. А Мази почему ускорена? Непонятно. А, потому что я ей сапоги выдал. Хорошо, Лазарус. Благодарю тебя за помощь в расследовании похищения моей книги заклинаний, Джош. Я могу что-то сделать, чтобы помочь тебе? Хектан признался, что он украл книгу. Он отдаст... Ну, с переводом, ребята, проблемы у Трона Баула. Уже неоднократно замечаю. Отдаст, короче, книгу обратно в обмен на свиток телепортации. Он хочет сбежать из города. Я знаю, что стоит винить вора, но он глуп, если думает, что свиток телепортации поможет ему сбежать. У меня есть такой свиток, я с удовольствием поменяю его на свою книгу заклинаний, но свиток бесполезен. Ягашура использовал куда более мощное заклинание и колдунство, когда заточил нас сюда. Любой, у кого хватит глупости попытаться сбежать с помощью магии, будет отброшен назад невидимыми стенами. Скверная и очень неприятная судьба. Тем не менее, вот свиток, который был нужен Хектану. Выбор за тобой, Джош, если хочешь предупредить Хектана о последствиях использования свитка. Желаю тебе удачи в поисках моей книги заклинаний. Ну, поскольку Хектан мне не понравился, я не думаю, что мы будем его предупреждать, потому что он не захотел с нами говорить. Был в прошлой серии невежливый. Туда захожу? Вроде туда. Слишком много моральных выборов. Слишком много моральных выборов. Слышишь, Янсен? Давай-ка арбалет приготовь. Так. Давайте посмотрим, какие в принципе диалоги есть. Разговаривай с Лазарусом или нет, твое дело. Но пока свиток у тебя, она мне о чем говорит. Держи. У тебя есть свиток? Дай его сюда. Вот, возьми книгу. Все равно не могу ее использовать. Но этот свиток... Это мой билет отсюда. Хе-хе-хе-хе. Ты должен использовать свиток прямо сейчас. Мне хочется увидеть его в действии. Хм. Да, чем дольше я жду, тем больше вероятность, что потеряю свиток. Я использую его прямо сейчас. Так. Репутация понизилась. Так. Его разорвало? Я думал, его просто отбросят. Хм. Ну ладно. Наземный бывают такими тупицами, говорит Викония. Но еще недовольно злой поступок сделали. Я довольна действиями нашей группы. Я горжусь, что я часть ее. Но это потому, что репутация все еще позитивная у нас. Популярная. 15. Ну ладно. Неужели каждый квест будет поднимать и опускать репутацию? Это может быть плачевно сказаться. Джошуа должен быть нейтральным. Мы будем делать и плохие поступки, и добрые поступки. Во. В конце концов. Но Хектану мне захотелось, не захотелось рассказывать. Слишком сильно добреньким Джошуа не будет. Он уже насмотрелся. Книга принадлежит библиотекарю Лазарусу. Возможно, он хочет получить ее обратно. Можно ее не отдавать, кстати, даже. Но нет. Можно. Надо убить что-нибудь, как можно скорее. Меня беспокойство растет. Слышишь, Саревок? Ты успокойся. На самом деле. Давайте Саревоку возьмем Эля, чтобы он успокоился. Добро пожаловать. Да. Осада истощила запасы, но для Саревока, я думаю, найдется. Так. Саревок, чтобы ты не выпендривался, получишь золотые пески. Вот так вот. Слухов не дали. Саревок, ну давай еще одни. Бродит история, что советник Сантельт собирает тетерийскую армию в одном дне ходьбы. Мы уже читали эти слухи. Дуем, отдаем книгу. Я думаю. Простенький. Разогревочный квест. Разогревочный. Вообще, дополнение пока что, вот с этими всеми диалогами и с репликами, мне Трон Баллан немножко напоминает, господи, вот это пресс-сиквел, пресс-сиквел, который выпустили с переизданием Baldur's Gate, который называется Осада Драгон Спир, Осада вот этого Стрея Дракона. Вот, я его до конца не проходил, но оно забавно, я в него чуть-чуть поиграл, там очень интерактивно они сделали достаточно неплохо. Ну и вот здесь тоже такой город интерактивный, друг с другом общаются, взрывы какие-то, драки между Стражниками и Огненными Великанами, то есть события происходят, вот это хорошо. Ну, потому что обычно классические RPG там все достаточно статично, но на самом деле, ребята, если говорить о классических RPG и о современных, то... не знаю, ну, Pillars of Eternity крутая, вот. А Mind & Magic вот тоже классические, там прикольно было очень сделано, то есть, я не проходил ни одну часть, но, может быть, на канал попытаюсь это запилить, если будет время, конечно же. Вот, потому что со временем сейчас проблема. Но там было классно сделано, в той же шестой Mind & Magic там были горожане, можно было слухи у всех спросить, и, по сути, это и было обучением игры, там, то есть, даже мануал не надо было особо читать. Вот, а современные RPG, ну, плохая тенденция, например, вот эти экшен-ориентированные, я имею в виду, вот этот Ведьмак 3, там, который все, этой игры никогда не будет у меня на канале, например, я это вообще ролевой игрой не считаю, потому что это экшен с, господи, с прокачкой, короче, слэшер с прокачкой. Я читал книжки Сапковского, крутая сага, но играть за Геральда, как там не играть, ты, короче, играешь в Ведьмака, все. А здесь можно отыгрывать кого хочешь, практически, но, конечно, в условиях вселенной. Намного более крутая третья редакция, то есть, там очень гибкая настройка, и там можно вообще разбежаться. Ладно, это такое, не хочу отвлекаться. Лазарус, книгу. Тебе удалось обменять мою книгу на свиток? Да, вот твоя книга заклинаний. Книга заклинаний. Спасибо, сэр. Правда, легенды о Джоше не лгались, но могу делать свои свитки. Так, получили по 5000 опыта за это. Пожалуйста, можешь посмотреть обширную коллекцию колдовских пергаментов. Если тебе что-то понадобится, уверяю тебе, что мы можем взаимовыгодно обменять указанный предмет на деньги. Давай посмотрим. У тебя есть защиты всякие, и саревок уровень получил, я этого даже не заметил. Где книжка была... У нас изначально было две коробки со свитками. Три. У имен здесь у нас всякие беленькие заклинания. Но вот оракул это у нас все развеивает. Это надо оставить. Желание мы так и не опробовали. Пролом надо оставить. Истинное зрение. Снять магию лабиринт надо оставить. Ничего не хочу. Была еще коробка с заклинаниями защитными. Она, по-моему, была у Викони. И она, наверное, там изгинула. То есть придется все защиты опять покупать. Да. Потому что у саревока такой коробки нет. У Жоша есть еще ящик со свитками. Но здесь у нас истории Тетира и всякие документы. И восстановление есть. У саревока нету коробки? Нету, нет. И у Викони вообще предметов нету. Ну и у Янсена тоже нету коробки никакой. То есть вторая коробка со свитками пропала после битвы с Иреникусом. Ну давай посмотрим тогда. Может у тебя есть... О, у тебя сапоги с хороходой. Кольцо сопротивления. Безразмерный мешок у тебя еще один. Золотой камень и аун плюс один к интеллекту. Хо-хо-хо. Тут надо будет потратиться 5600. Слышишь, Эймайн? Берешь себе. Сапоги с хороходой берешь. Сопротивление огню 40% берешь. 1600. Начинаем тратиться. Безразмерный мешок. Ящик для свитков. Сумку для зелий. Можно, я думаю, еще одну взять. Вика, понесешь. Сумка для зелий. Зелия максимального восстановления хп. Их надо взять. У тебя что, всего лишь 5 их? Ну берем. Свобода силы. Регенерации не особо важная. Зелия восприятия не особо важная. Изоляции против электричества может понадобиться. Противоядие. Пару штук надо взять. Наверное, у Джоша вроде были. А у Джоша есть 2 сумки для зелий. Слишком много. Слишком много. Третье не нужно. Масло скорости. Героизма. Такое все. Мантия сопротивления. Это не нужно. Мантия нейтрального. Есть архимага. Да? Сколько стоит? 22 тысячи. Класс защиты 5. Сопротивление магии 5. Спас броски. Добавка плюс 1. Можно Янсену взять. На самом деле. У Имаин мантия векны. 22 тысячи мы готовы потратить? Пока что нет, наверное. Пару восстановлений надо. Сколько стоит? 23 тысячи стоит восстановление? Вы чего? А, я мантию не снял. Господи. Я испугался уже. А хотя восстановление у тебя уже такой уровень в иконе, что тебе хватает. Так. Крушащая рука Бигбы 9 уровня заклинания. Создаёт гигантский осечённый кулак, который сокрушает жертву и привождаёт её к земле. В первом раунде заклинание причиняет 2 до 10 урона. Жертва может избежать прихваждения, если сделает спас-бросок против парализации в минус 4. Хо-хо. Ну, короче, дикий. Дикий урон. Это надо учить просто. Покупаешь Имаин. Янсен, можешь таким заклинанием пользоваться? Можешь, покупаешь. Ворота. Это демона вроде призывать, да? Мы не будем призывать демонов. Не хочу. Слово силы убить. Серьёзное заклинание. В пределах досягаемости. Вроде бы было у тебя Имаин. Янсен может пользоваться? Может, потому что это подчинение призывания. Это 9 уровень. Надо брать. 11 тысяч потратил. В заточении заклинания 9 уровня. Волшебник дотрагивается до жертвы. Это оказывается... Это прикосновение не хочу. Свобода нужна. Свобода может понадобиться. На самом деле, вроде бы учили. Удар по заклинанию. Это что такое? 9 уровень. Это, чтобы снимать защиту. Это понадобится. Цепь случайности. Метеоритный дождь. Чёрный клинок. Метеоритный дождь. Что делает? У нас вроде бы были эти заклинания, ребята. Вопль банш. И тут, господи ты, боже мой. Мгновенные дети. 30-ти футовый радиус. Кульминационный момент этого ужасного заклинания. Волшебник издаёт крик, похожий на вопль банши. Каждый в зоне поражения слышит жуткий вопль. Те, кому не удалось спать бросок, сделать против магии смерти, умирают немедленно. Заклинатель его... Это надо брать. 11 тысяч. Что, не лезет тебе? Лезет... Мази понесёт это заклинание. Мази говорит, я не хочу этот пергамент в руках держать. Он слишком злой. Отток энергии. Открывает план, канал между планом, на котором находится заклинатель, негативным материальным планом. Волшебник играет роль звена. И лишаю двух уровней опыта. Неплохо, но нет. Остановку времени вроде бы... Остановку времени надо бы взять. Я имя не помню, какие у тебя в принципе есть заклинания. Вот. Я защиты хотел купить. Мы заклинания, я думаю, ещё купим. Слушайте, придётся, может, что-то продавать. Коробку я взял для заклинаний? Взял. Викония. От кислоты, холода, электричества, огня. От яда, от нежити. От нежити обязательно. Полный набор. От нежити есть ещё. Нежити по 840. Что тебе не... А, всё, больше нет. От яда, от огня. У нас есть, в принципе, друидические. От холода, от кислоты. Но есть резистовые заклинания. Пусть будет эта вся пачка. Хорошо. Закупили. Огромное количество всего. Саревок уровень. 18-ый. Двойной класс. Тебе можно вора сделать. Не, мы тебя воина будем. Тахус ниже на 1. Единицы здоровья 3. Знаний легенд. Всё. Саревок больше ничего. 19-ый. Саревок. Хорошо. Имейн. Заклинания. Сапоги. У тебя сапоги резиста. Кому сапоги скорости ещё выдать? У всех есть, в принципе. Сапоги скрытности пока что не нужны. Янсену нужны? Я даже не знаю. Пока что я не хочу эти сапоги никому выдавать. Пусть будут, наверное, у Янсена, если он будет это. Так, Янсен. Будешь учить заклинания? Крушащая рука Бигби. Тебе надо бутылку для начала выпить, которая повышает тебе интеллект, чтобы ты выучил это заклинание. Да? И давайте посмотрим, что у нас в принципе по бутылкам было. Солёное зелье, улучшенного. ХП, масло, скорость и изоляция. Это не те бутылки. А вот в этих бутылках лечение 17-е. У нас ещё маленькие есть. Их надо пить, ребята. Неуязвимости. Нет у нас хороших бутылок. Янсен может проводить изучение заклинания. Но Имен... А Имен провалила тоже. Хе-хе-хе-хе. Кольцо кому-то надо, защита от огня. Виконии. Файтеру вообще-то надо. Кольцо давай сюда. Имен. Передадим Саревуку. Защитим немного от огня. И вот здесь. Вопль банша. Ну тогда надо, чтобы вы... Клади заклинания, короче, сюда, наверное, в коробку. Или нет. Нет. Эти заклинания... Пожалуйста, выложи. Я эту коробку Виконии передам. Пусть она защитные свитки все сюда сложит. Вот так вот. Это будет коробка Виконии. Пять крутых банок у нас есть. Вот Викония вот это несет. Защитные спылы все. Джош, надо вытащить тогда восстановление. Сколько их у нас, этих свитков? Один, только свиток восстановления. Не очень хорошо. Тоже Виконии передай. Пусть у нее будет в коробке. Все. Бутылки есть. У нас, в принципе, по бутылкам все ок. Вот эти спылы надо сложить все-таки. Имайн в коробку. Сюда куда-то. Пять этих пусть у тебя отдельно будет. Безразмерный мешок, не знаю. Ну, вот сюда вот это поскладывать. Все. Камень Иоун. Интеллект плюс один. А вот это у нас бледно-зеленый камень. Плюс 10 к здоровью. Я пока что не буду его. Там что-то Цеспинар говорил, что можно с камнями что-то сделать. Безразмерный еще один мешок есть. Камень пусть у тебя будет в инвентаре. Не хочу тебе пока что повышать интеллект. Безразмерный надо передать, наверное, мази. Сложить туда все, что нам не нужно. Янцин. Вот эти шарики все поскладывать. Их надо попробовать выпить. Но сейчас пока что не до этого. На самом деле спрячь вот это сюда. Я надеюсь, что торговцы потом еще будут, чтобы мы могли все впарить. Шарики эффекты какие-то должны давать вроде бы. Мы этими шариками в башне наблюдателя подняли. Подняли. Что? Не могу метательное оружие, потому что кинжал. Хорошо. Эту бутылку куда-то сюда. Так. Закупились. Потратили денег. Повод сохраниться на самом деле. Но сделали один маленький квестик. Это мало. Это мало определенно. Как подсвечивать в игре? Табом. Проверить бочки. Не царское это дело, говорит Ян Янцин. И проверяет бочку. Вот деньги, пожалуйста, и драгоценный камень. Свиток опознания. Такое все. Следующий дом это у нас казарма Громнира. О, это сейчас намечается заперто. Посмотрите. Это никогда не было проблемой, говорит Ян Янцин. Что-то заперто. Так. Тут все вскрыто. Можно разведку провести, а? Да нормально. Заходим. Без разведки. Так. О, ребята, слушайте. Серьезно, все. Эй, никому-никому нельзя внутрь, кроме людей Громнира, говорит Орах. У тебя есть 5 секунд, чтобы потихоньку убраться отсюда. А то он натрублен на тебя своих людей. Где я хочу, там и хожу. Значит, вот чего ты хочешь. Меня это радует. Убивать гражданских это всегда весело. Это будет, судя по всему, ребята, добрый поступок. Что тут у нас? Давайте посмотрим. Орах может быть жесткий. Да, поэтому Ян Янцин придется применить. Серьезное заклинание. Например, что у нас есть? Эмоция, страх. Ну, давай вот так как-то. Имент. Заклинание. Применим. Ужасное увядание. От всех просто. Заклинание смерти. Я не помню, что они делают. Подожди, делают заклинания такие жесткие. Ну, давай защиты какие-то на себя начитай. Джошуа. Призвать ли Бонифаций? Защитную гармонию надо сделать. Саревок сразу, наверное, будет врываться. Тут крестьяне еще безоружные. Да, тут не надо выпендриваться. Посмотрим, кто враги. Крестьянин явно не враг. Саревок вот тупо атакует. Викония. Давненько не призывала тоже крутых заклинаний. Что есть? Сайленс. Магов тут нету. Они ничего не сделают. Перс смерти. Ложная заря. Удар пламени. Отразить нежить. Викония. Страшные заклинания. Я боюсь, что мы вот этого заденем. Перс смерти. Ну, не знаю. Вот стрела славы. Давай, не знаю. По вот этому дай. Главное, чтобы у них тут магов не было. Драка пошла. Так, сейчас орки будут нападать. Но Джошуа сдержит. Вот этого, например, и остального. Все лежат. Какое-то заклинание серьезное сработало. Все просто готовы. Саревока окружили. Надо его подержать. Прикрой меня, говорят. Брат, я иду на помощь на самом деле. Так. И всех разваливаем их. Ну, вот и лут, собственно. Потому что они лежат, все спят. Шарик, вали вот этого. Пошел в атаку на нас. Викония говорит, это недопустимо, молодой человек. Чтобы сделать такого, давай мы тебя удержим просто. Во. Даже не надо сюда подходить. А Джош его уработал. Все, следующий. Удержание пошло. Этот готов. И Саревок последнего ворта добивает. Это как-то элементарно вообще. Но мы немного перекачаны. У нас неплохое оружие. Но это, наверное, разогрев такой. Там потом должны быть эпические просто сражения. Так. Ну шо, Ян Янсон. Будем лутать. Поиск ловушек, наверное, первый. И Емайн под защитой. Поиск ловушек второй. Я, наверное, сделаю перерыв. Во время перерыва я за кадром себе попью кофе. И залутаю это все за кадром. Чтоб немножко времени поменьше это занимало. Тут еще один проход. Ловушек не обнаружено. Ну тут, наверное, еще такого не будет, ребята. Какой-то стандартный лут. И перераспределю немножко инвентарей в рюкзаки, чтобы у нас было это все красиво. Потому что я вот прошлые два Валдурс Гейта первую часть и вторую это все лутал. Но хотя это часть отыгрыша. Это надо делать. Но иногда буду делать, наверное, такие паузы. Как-то так. Ничего интересного. Там пару кольчуг. Но здесь вот в одном из ящиков ключ лежит, ребята. И золотой... Одна золотая монета. И здесь заклинание про назовущее магия, Емайн. Осталось пару ящиков. Викония под поиском ловушек. Она их ищет. И здесь бутылка хорошая. И... Что там еще? Один золотой. И... Еще один золотой. Все, все. Обыскали. А ну-ка собраться в круг. Вот так вот встать. Так. Емайн. О, она брала ожерелья всякие, господи. В коробку для заклинаний. Еще базовое заклинание брони. Доспехи какого-то первого уровня. Стрелы. Бутылочка еще была. Но бутылочка пусть будет. Ключ. Поможет тебе проникнуть в канализацию. Саратуша, ребята. Неплохой ключ. Командиру передать. Немедленно, незамедлительно. Сей ключ. И все. Что еще понабирали? Еще понабирал я кольчуг. Я их продам, наверное. Фиолетовые шары. 9 кольчуг я с них снял. Мечи я продавать не буду. Стильно выглядишь, Мази, в этом доспехе. Белого дракона. Тебе идет на самом деле. Так. Я думаю, надо снизить экран вот так. Сохраниться. И попытаться заходить в следующую дверь. Посмотрим, что там. Защита от страха закончилась. Это надо... У нас больше прав быть здесь, чем у тебя. Говорит дворф. Что здесь происходит? Человек. 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 Дворф. Перепалка какая-то, очевидно. Мы вышли где-то на юге. Глупые гномы. Вы едите нашу еду и дышите нашим воздухом. Чужих не любят в этом городе. Это очевидно. Ты чужак здесь, прямо как мы. Может научить этих ребят кое-чему? Хм. Я не думаю, что насилие будет наилучшим ответом. Это единственный ответ, который понимают эти верзилы. Они не дадут нам покоя. Все пошло на берекосяк, когда вы, дворфы, пришли сюда. Теперь наш город обречен. Это не мы принесли беды в этот город. Так что хватит общаться с нами так, будто это наших рук дело. Нравится это тебе или нет, в этой осаде мы вообще тут все вместе. Неужели ты не можешь на время забыть о разногласиях? Все не так просто. Или выбери сторону, или уходи. Рано или поздно здесь станет омерзительно. Мы готовы. Кем бы ты ни был, коротышка, давай попробуй что-нибудь сделать. Так, огненный великан. Я не хочу выбирать сторону, на самом деле. Никакого уважения у этих дворфов. Если бы их не взяли в наш город, они были бы уже все мертвые. Что ж, если они хотят неприятностей, они их получат. Ты с нами? Я не думаю, что насилие будет наилучшим ответом. Это единственный ответ, который понимает верзилы. Не дадут покоя. Хм. Мне надоело спорить. Очистите улицы, или я пойду по головам. Эй, успокойся. Мы знаем, что ты потомок Баала. Все, что мы делаем, просто выпускаем пар. Выпускай пар в таверне. Только веди себя пристойно. Этот полуэльф и есть потомок Баала? Видишь ли? Скандалить на улицах это одно дело. Но никто из нас не хочет быть убитым. Пойдемте, парни. Вы слышали его. Давайте уйдем. Меня отвлекли. Пришлось рвануть запись. Но в итоге всем выдали по тысяче опыта за то, что мы здесь конфликт уладили. Пришлось, конечно, гаркнуть на них. Но ладно. Мэн шестым это такое. Далее. Казармы стражей Громнира мы прошли. Здесь вышли во вторых дверях. Казармы, то есть мы осмотрели. Остается тюрьма, дом Кизера, дворец, лестница на второй этаж. Но и штаб стражей остается. Графиня, может быть, появится потом. Не знаю. Давайте все осмотрим. Вообще все, что тут присутствует. Сарадуш, портовой город. У нас тут крестьяне. Помогите. Люди Громнира терроризируют нас на улицах. Армия за стенами боя скоро сравняет город с землей. Потомки Бала нас всех на это обрекли. Это неправда на самом деле. Потому что мы уже разобрались с террористами. Коровы мертвые, ребята, тут. Кошка, крестьянин и мальчик. Да, ну переговорим с крестьянином, наверное. Ты, ты один из них. Отпрыск Бала, не убивай меня. Понятно. Викония ищет ловушки дальше. Так. Ты потанок Бала, ты не пугаешь меня. Смелый мальчик. Хе-хе. Смотри, мальчик, чтобы это тебе не обернулось. Эээ. Тут еще девочка. Там даже взрывы продолжаются. Следующая дверь здесь заперта. Это у нас тюрьма, собственно. Ну давай, Янсен. Что, классический взлом надо произвести. Так. Это магический замок открывается только своим ключом. Сколько ни мудри, над ним не поможет, говорит Янсен. То есть тут не получится открыть. Переговорим с девочкой тогда. Громир знает. Моя мама так и говорит. Да? Тут храм Вакин, судя по всему. Орис Нимбельфингер. Как я дошел до этого? Я простой фермер. Я не виноват, что мой отец был владыкой убийств. Ты один из детей Бала? Полурослик? Очень интересно. Бал может и был моим отцом, но я не хочу быть частью этого всего. Я пришел в Сарадус, чтобы избежать казни в моем родном городе. Так что теперь я пытаюсь стать обыкновенным человеком. Я знаю, это тяжело, когда узнаешь, что твой отец был богом чистого зла. Ты просто должен найти способ справиться с этим. У меня получилось, в конце концов. Ну, конечно, Емэн, чуть душу не вытянули из тебя. Но получилось, действительно. Оставьте меня в покое, говорит Орис. Я ничего не могу вам сказать. Я простой фермер. Я хочу жить нормальной жизнью. Черт бы побрал это проклятое бессмертное происхождение. Так. Хорошо. Ну, давайте в Вакин зайдем. Зайдем. Почему нас бросили? Крестьянин. Точно это храм? Ну, похоже на храм. Да, храм. Тут вот серафимы изображены. Заходим тогда. Так, посмотрим, что в храме. В храме у нас жрица, сестра Фариэль. Нам как раз говорили с ней переговорить. Приветствую, брат. Добро пожаловать в дом Вакин. Я сестра Фариэль. Чем могу служить? Ознакомиться со слугами. Конечно, брат. У нас немного всего из-за этой осады. Но помогу всем, чем смогу. У тебя можно пожертвование внести, если репутация упадет, чтобы ее поднять и слухи точно так же получить. Воскрешение сколько стоит, не могу не посмотреть, потому что все живые. Предметы у тебя зелья. Камень вплоть надо купить. У нас его нету. Причем, я думаю, штуки три. Оживление мертвецов мы обойдемся. Защита от холода. Кольцо звериной дружбы. Начарование животное нам не надо. А вот Джошуа заклинанием только. Да, восстановление. Эльфийская святая вода. Благословленная эльфийским богом Рилли Фейном. Вода специально предназначена для борьбы с вампирами. Сколько стоит? 581. Но раз продают, давай возьмем пять бутылок. Сколько она весит, не написано. Пять бутылок, я думаю, хватит. У Джошуа есть на шее амулет могущества, который сопротивление магии поднимает плюс пять. Вокализация может оглушенный читать заклинания, понижать время чтения заклинаний и иммунитет к откачке уровней. То есть со всякими вампирическими волками, духами и, собственно, самими вампирами он первый должен вступать в бой. Да, но святая вода пусть будет. Так, услуги храма это хорошо. Расскажи-ка мне о Громнире. Громнир несчастный человек с больным телом и разумом. Метка балла отравляет его кровь и мучает его разум. Я должна быть чувствовать больше жалости к нему, но он был слишком жесток. Он не верит никому, он заперся в замке, дожидаясь неизбежного конца осады, но я опасаюсь, что он первым начнет разрушать город. Это нельзя допустить просто. А что знаете по Мелисан? Добродетельная женщина, по-настоящему добрая и сострадательная леди. Она привела потомка балла в Сараду, чтобы укрыть его внутри городских стен. Не ее вина, что Громнир воспользовался ее милосердием. Она желала добра. Нас подводит к тому, что может быть действительно получится его уболтать. Ну, посмотрим. К сожалению, осада разрушила все ее благородные начинания. Когда стены, как и мы положено, падут, все потомки балла будут убиты. Все ее попытки их спасти не ничто. Ну, мы посмотрим еще. Так, переграмм. Эйлсон сказал мне, что у тебя есть ключ, который поможет мне проникнуть в замок. Что? Откуда ты знаешь про... А, конечно, слухи ходят по Сарадуше, как и везде. Да, есть ключ для входа в замок, хотя это может быть и не тема, о чем ты думаешь. Без разницы, для чего бы тебе не понадобился ключ, но это ни к чему хорошему не приведет. Ступай прочь, брат, тебе здесь не помогут. Слышишь? Придется идти на шантаж. Ребята, убивать я жрицу Ваким не буду, конечно же. Можно ее послать, может быть, к перегрину пойти и ему заплатить эту тысячу. Но ключ у нее, он же нам ключ не достанет. Будем шантажировать. Если вы не хотите, чтобы все узнали о вашей сделке с переграммом, отдайте ключ. Никто не должен узнать о моем позоре. Теперь, когда люди этого города нуждаются в моей помощи, моя репутация должна быть безупречна. Ты нехорошо поступаешь, Джош, но я отдам тебе ключ. Давай его сюда. Я не знаю, какая тебе будет польза от ключа, он открывает дверь в тюрьме через улицу, но путь в замок чреват опасностью. Несмотря на все твое зло, я желаю тебе удачи, если это спасет город. Я больше не желаю говорить на эту тему и молюсь, чтобы тебе охватило порядочности прекратить этот спор. Да простите, Ваким, за твои деяния, брат. Это вынужденная мера, слышишь, сестра Фарель. Так, получили тысячу опыта. Услуги, наверное, подорожали сейчас. Ой-ой-ой, конечно, брат, говорит. Кто-то уровень получил Викония. Услуги давайте посмотрим. Сколько стоит? 81, но мне не сильно подорожало. Действительно, она следит за репутацией. Викония уровень, ну давай. Викония, что, уровень. У тебя итоги повышения уровня, дополнительные делницы здоровья и знаний легенд. Параметры изменились, потому что Викония может суперспособность эпическую получить. Энергетические клинки. Все школы. Что делает? Диски сотворены из чистой энергии до плюс 10 к таху и при попадании 1 до 4 плюс 5 метательного урона, добавочный 1 до 10 урона электричеством. Создает один энергетический диск за уровень заклинателя, позволяет ему совершать 9 атак в раунд, пока он вооружен дисками. Метательный урон? Подождите, ладно. Это что такое? Призывание элементаля. В Виконии все остальное уже есть, да? Сфера клинков. Дева, да, у нее, наверное, это все есть уже, а может нету. Я бы поднять всех мертвых взял. Наверное, мы не можем еще ее взять. Аура пламенной смерти. Жгучее пламя, которое одновременно поражает противников, защищает заклинателя. Защита не только предоставляет 90% сопротивления огню, дает плюс 4 класса защиты, также защищает этот атак, производимый в радиусе 5 футов от него. Ничего себе. Противник, поражающий заклинателя, любым оружием или заклинанием, находясь внутри радиуса, получает 2d10 плюс 2 урона огнем. Наполнение сильный жар защищает заклинателя от всех немагических видов оружия, ментательного или ближнего боя. Вообще неумеваемое. Элементаля, двух элементалей с 16 уровнем здоровья, это здоровые, из стихии земли. Нам нужны сомоны? Не. Энергетические клинки интересная вещь, потому что сейчас Товиклония не сильно у нас. Если это именно метательное оружие. При попадании метательного урона. Один диск за уровень. Позволяет ему завершать 9 атак. Берем метательные клинки. Может кинжалы какие-то. Так, принимаем уровень. Викония. Они записываются, эти супер заклинания, сюда? Да, их надо, энергетические клинки, их надо же тебе в книгу записывать еще. Что посполам вообще? У тебя, а ты больше не получаешь? У тебя это максимум? Господи. То есть ты их только сюда получаешь. Перс смерти высасывает жизненные силы. Одно существо. Это 20 футов в радиусе. Это сейчас в городе плохо, наверное, да? В Виконе радиус. Землю содрогаться. Но мы оставим все сплы, как они есть. У тебя, в принципе, все есть, что нужно мне. Такое. Ключ получили? Ключ получили, ребята. Герметичная дверь в подземную тюрьму сарадуша. Мы не будем спешить с этим, наверное. Потому что надо еще тут все осмотреть. В храме больше ничего нету. Мы же еще один ключ подобрали. Ключ... Как вот этот вот. Ключи проникнут в канализацию. Может еще в канализации что-то происходит. Надо вообще сначала все осмотреть, я думаю. Так. Следующий дом. Крестьянин. Взгляни на наш город. Беженцы повсюду. Люди-громниры осеют хаос на улицах. Не волнуйтесь, добрый сэр. Мы со всем разберемся. Дом кизера. Надо зайти, я думаю. Почему нас бросили? Это кизер? Не, мы заходим в дом. А Ян Янсен говорит. Я не могу просто так пройти мимо... Сундучка, который бросили. И тут находят один золотой и еще неплохие вещи. Дом кизера закрыт, судя по всему. Янсен говорит. Сейчас, ребята, я все сделаю. Чик? Что-что? Кажется, в настоящий момент никого нет дома. К тому же на дворе висит довольно громоздкий замок. Янсен не может открыть дом кизера. Хорошо, где мы еще не были? Мы еще не были... Вот здесь какой-то дом. Мы сюда заходили. Так. Ну еще стена осталась. И, собственно, сам замок, наверное, да? И дворец Сародуши. Ну, дворец нас могут не пустить же. Тюрьма. Ну, мы еще там со всеми не общались. Поэтому надо идти туда. Что мы хотим сделать? Я бы какие-то защиты от огня насчитал. Потому что тут прилетает. Неплохо. Ну, я надеюсь, у Янсена нет защиты. Янсен, знаешь что? Давайте мы какие-то... Магам хотя бы. Магам. Есть у тебя сплы защитные? Мы только прибыли в город, там прилетело сразу. Массовая невидимость. Такого нет у тебя ничего. Янсен, тебе надо защиты в книгу записать на самом деле. Хотя бы элементарные. Тебя позна... Вот сюда, например, вот это. Тут у тебя что-то... Это невидимость. Кожа, каменная кожа. Ну, можно взять. Последовательность у тебя есть. Надо это все использовать. И тут возможностей уже очень много. Я бы сказал слишком. Так, стражник. Крестьянка. И дверь какая-то еще есть, кстати. Открыл дверь. И... Что здесь еще? Какие-то башни, двери. Ну, не знаю. Это что же может быть канализация, да? Потому что мы тут еще видели дверь какую-то или нет. Вот тут еще дверь. В канализацию можно слазить на самом деле? Почему нет? Давайте сюда залезем. Если это канализация. Поищем приключений на пятую точку. Так, у какой это ты? Да, это канализация. Фризанула. Отпустила. Ну что, канализацию играем по классике, наверное. То есть, поиск ловушек какой-то. Воры точно так же. И нужна разведка. Может, с ОМОНы какие-то нужны. Можно призвать на самом деле Бонифация, чтобы он не расслаблялся, да? Так, нападение тут. Тень дьявола. Слышите, мы Бонифациям не обойдемся. Потому что тень дьявола, во-первых, ускоренная. Во-вторых, теневой демон. Вот эти откатывают уровни. Сейчас надо Викония, чтобы ты зачитала заклинание... Господи, как оно называлось? Защиты от зла и защиты от негативного плана. Как минимум на Саревок, чтобы с него уровни не откатили. Зачитала заклинание или нет? Я что-то этого не понял. Викония. Так, Саревок. Что-то... Не прошло заклинание, судя по всему. Викония стоит. Викония должна засчитать это заклинание обязательно сейчас. Боджошуа один их не втанкует. Их слишком много. Защита от негативного. Еще раз давай. Считается заклинание. Все, Саревок может врываться. Викония, а ты что можешь сделать? Ты должна ложную зарю какую-то теперь еще читать. Потому что это все нежить, да? Ложная заря пошла. Янсон, серьезное дело. Тут Бонифация завалили. Она может Голема призвать. Давай посмотрим самые серьезные твои заклинания, какие есть. Словосила оглушить. Вызов падальщика. Давай падальщика сюда куда-то. Они регенятся же будут, да? Да. Джуша пробили? Не, не пробили. Имэн, твои самые сильные заклинания. Есть спешка для нас на всех. Неплохо. Перс смерти не сработает. У Виадани тоже не сработает. Потому что это нежить. Заклинание смерти. Вызов Мишру можно призвать. Куда-то тоже вот сюда засамонить. И надо фокус делать. На самом деле. Так, смотрите. Саревок через клеточку бьет. Джошуа должен их сдерживать всех. Ложная заря читается в виконе? Только сейчас начинается зачистка заклинания. Ну и драка начинается. Виконию пробили. Могут уровень ей откатить. Сбили ей заклинания, посмотрите. Надо валить вот этих двоих. Фокус по вот этому. Шар дарует тебе силу. Действительно, викония. А что у нас по защите от страха? Не особо. Просто их изгоняй тогда эту нежить. Просто попытайся изгонять. Ты промахиваешься. Это обычный теневой демон, да? Изгоняй, говорю, викония. Не хочет изгонять. Так, наши падальщики пришли. Все, викония. Надо засчитывать все-таки эту ложную зарю. У тебя есть еще одно заклинание. Читай его. Джошуа уже пробивают. Быстрее читай, викония. Пожалуйста. Джошуа сильно пробивают. 54 хп. Пью бутылку, наверное. Пошла ложная заря. Нежить вся получается. Получает урон от виконии. Давайте посмотрим. Обладает иммунитетом теневой демон. Странно. К ложной заре. Ну хорошо, давай тогда обычной магией еще попробуем навалять. Саревок, вот этого атакуешь. Все, включаю. И чтобы они атаковали. Фокус по ним делать. Кто-то ожил. Теневой демон ожил. Они же оживают. Да, я забыл совсем об этом. Сужаемся. Викония, надо, чтобы ты тоже что-то зачитала. Я тебя не хочу в ближний бой отпускать. Что ты еще можешь такого сделать священнишевского? Это что такое? Отразить нежить. Ну давай вот это зачитай. Они отлететь должны. Так, отражение нежити пошло. Кто-то там промахивается. Кто промахивается? Викония, судя по всему, промахивается. Да? Викония атакует теневого демона. Такое ощущение, что Викония промахивается. Она говорит мист. Так. Гусеницы служат, как имишру, как разведка. Они, собственно, пойдут вперед. В принципе, сдержали. Сдержали. Выдержали первое нападение. Отразить нежить работает. Теперь, я думаю, Джошуа зачитает какой-то поиск ловушек элементарный. Наши самоны пойдут вперед. Карту открыть канализации. Канализация может быть крупная достаточно. Поэтому одну гусеницу сюда куда-то пошлем. Медленно. А вторую куда-то сюда. Пойдем по правилу, наверное, правой руки, да? Или по правилу левой руки. Не знаю. Я посылаю все-таки гусеницы вперед. Как у нас по защите от страха? Не очень хорошо. Там что-то произошло. Надо незамедлительно организовать защиту от страха. И там что-то происходит. Кто это там? А, это бурый уварень. Вот, другие заклинания нужны уже. Здесь надо нам защиту от хаотических команд. Которая у нас есть, Джошуа, у тебя. Ты ее читаешь на Саривока. А Викония ее читает на Джошуа. И вы будете врываться, да? Да. Так, быстро туда заклинание, Янсен. Я думаю, Имэн должна туда читать заклинание. Там могут быть, правда, какие-то заклинания смерти может туда дать. Я не знаю. Ну, дай туда. Оно по площади работает. Моментально пошло. Гусеница-падальщик сражается. Она удержала бурого увольня. Заклинание смерти сработало. Хорошо. И мы идем вперед. Уволень готов. Так, впереди кто? Сапер Дуэргаров запускает бомбу. Отступить незамедлительно. Удар примут на себя воины. Хе-хе-хе. Секретная дверь. Дуэргаров надо валить. Это такие типа дворфы из Андердарка. Валим его, короче. Получает. Дуэргар готов. Открыть секретную дверь. Тут заперто. Янсен говорит, когда это было проблемой. Открываю. Так. Открыли дверь. Что тут может быть? Ну, может быть все что угодно, поэтому гусеницу туда. Через самонов очень просто играть. Это у нас гиберлинг обычный. Гусеницу туда, пожалуйста. Еще гиберлинг. Янсен и... Имен толпятся. Гусеница туда залезет. Пусть гиберлинги атакуют. Мази врываются туда. О, да тут серьезно все, ребята. Тут подъем какой-то с переворотом. Ну, давайте тогда ворвемся на гиберлингов. Просто влетим. Чтоб там ловушек не было. Гиберлинги это базовые противники. Они вообще не представляют опасности. Мы их просто разрываем. Так. Тут спелы какие-то лежат. Еще спел. Такие сокровища базовые тоже. Единичка. Золото. 8 золотых. Надо бы сохраниться на всякий случай. Вдруг что-то произойдет. Отряд. Надо перегруппироваться. Вот каким вот образом. Подъем наверх. Так. К основанию замка. Это, наверное, другой выход из канализации. Нет. Дуем дальше. Нишру где-то делся. Надо идти вперед. Проверить надо, чем был вооружен Дуэргар. Дуэргар был вооружен неплохим достаточно боевым молотом. И Имен уровень получил. Боевой молот опознай. Плюс 2. Ну, на продажу пойдет. Мази в сумку его. И давай, Имен сразу тебе уровень. Поднимаем. Это у тебя, естественно, этот магический. Да? Заклинание мага 7-8 по 1. Единица здоровья единица. Не очень хорошо. Но вроде бы после 10-го там какого-то уровня, то заклинание от телосложения... Эээээээээээ... Кубик и хп выбрасываются от телосложения от 1 до 2, от 1 до 3, и от 1 до 4. Собственно у воинов, священников и воров. Давай записывай заклинание. Короче, Имен тут нечего. Восьмом уровне выучила, да? Ужасное увядание, лабиринт. Крутое заклинание. Это что такое? Жвучее облако. Клубящееся облако. Любовь в зоне действия. Выполнить. Немедленно покинуть. Иначе огненный урон получит. Крутая вещь. А это что такое? Символ страх. Это руну начертать, да? Ужасное увядание. Лабиринт. Одно существо. Облако по площади. Давай облако возьмем. А седьмой левел. Ох, сколько у тебя тут заклинаний. Посмотрите. Проекция образа. Не хочу. Обращение. Это защита против. Но это может потом понадобиться. Вот это крутая вещь. Прочитанный на объект. Чары снимают с него антимагическое заклинание вплоть до восьмого уровня. Это надо. Нам понадобится. Я так думаю. По крайней мере. Потому что защиты будут еще. Напропустили ожерелье, говорит Янсен. Мази сгоняй. Мази говорит, что не будет бегать за ожерельем. Для нее главное праведность. Можно пока что гусеницу послать. Янсен, забери ожерелье. Это у нас какое-то обычное. А гусеница пока что идет вперед. Вторая гусеница отошла. Орк лучник нападает. Ну давайте поддержим наших гусениц. Орк лучника не противник даже для нас. Только надо аккуратно идти, чтобы мы на ловушку не нарвались на какую-то крутую. Гусениц вперед. Поиск ловушек работает, я надеюсь. А, ребятки. Поиск ловушек работает. Перегруппировка. Так, гусеницы вперед идут. Узкие помещения. Все может быть. Может быть фа... О, неплохо. Орк лучник имел при себе неплохой набор стрел. Имэн. Тебе понадобится. В принципе, можешь ими пострелять. Во, мы их продавать не будем. А, они тебе зайдут. И тут еще лук неплохой. Комбинированный причем. Слышишь, саревок? А ты умеешь стрелять вообще? Дыхательное оружие, двуручный медь. Арбалет у тебя, да? Лимбарда двуручная. Арбалет у Янсена только. Это составной плюс один. Неплохой лук. Ему, может, даже не надо продавать. Спылы в коробку для спылов. Пожалуйста. Вот в эту. Уже полная коробка. Господи. Их некуда девать. Их надо будет продать. Супер бутылка. Это такое все понятно. Стрелами пока что имэн стреляй. Обычными плюс один. Другие не нужны. На данном этапе. Растут орки и лучники. Кто-то из моих, по-моему, не попадал. А то званы самоны. Сохранимся. Так. Сохранимся. Я думаю, серия достаточно. Я думаю, мы уже в следующий продолжим. Тусоваться в канализации. Пойдем по правилу правой руки. Все. И все ее облазим. И уже в принципе будем думать. Может, еще один передых в этом трактире. И пойдем в тюрьму. Попробуем залезть. Да. Неплохо получается. Я думаю, Baldriss Gate трон балла. отдыхать в канализации. Как же так? Тут же такое дисгармония. А Виконии нравится на самом деле. Виконии надо бы подлечиться на самом деле. Есть хилл у тебя какой-то? Есть средний хилл? Вот. Джошуа ХП полная? Витам Артис. А обилки у тебя? Карманный план превращения в убийцу? Еще, господи. Михаила Потапа, чем можно превратиться? Викония полностью захилена? Не полностью. Это надо залечить ее. А Джошуа, у тебя была нимфа еще? Неправильная магия. Вызов насекомых. Нимфа неба. Я хотел нимфу еще взять. Тебе вспылы, потому что... А, есть вызов нимфы. Давай призовем нимфу туда. Существо из мира леса, которое имеет тоже хороший набор заклинаний. Ее можно ускорять, и она самостоятельно будет тусоваться. Но уже в следующей серии нимфа пойдет вперед. Мы ее пустим. И она разведывает обстановку, ребята. Валдурсгейт, Трон Баала. Спасибо за внимание. До свидания.